Я хочу тут коснуться еще одной темы, она ведь очень принципиальная. Есть тут, ну скажем так, есть, если мы уж как-то вдумаемся, в каждой западе Торы есть одна сторона, называется запад исполнен или не исполнен, а вторая вещь очень принципиальная, это, думаю, что это то, над чем надо максимально работать, это наше отношение к этой заповеди, наше отношение, как мы ее ценим, как мы ее уважаем, оно приводит к тому, что наши заповеди, наши поступки получают другую оценку. Мы это знаем, это ведь написано в Торе, это написано в Раше, поэтому это объясняет Хавицхай, по-моему, это приводится все потом в первой части, когда мы перевели на русский язык, что, допустим, заповеди праведника имеют очень большую цену, заповеди преступника, они такого цены не имеют. Почему? Почему? Это в силу отношения, это сделано с другим напереднием, с другим повелением сердца, это две разные вещи. Рассказывают историю, как великий, так сказать, защитник еврейского народа перед Богом, вот такой великий праведник, великий праведник из Бердичева, когда Бердичева находится недалеко от Чернобыля, когда был взрыв чернобыльского реактора, то Чернобыль, когда Бердичева не коснулось никак. И мне, я помню, когда приезжали на евреи из Бердичева в те годы, и просто мне рассказывали люди, что местные неевреи считают, что там все в силу еврейского праведника, левийского из Бердичева там похоронен, поэтому и город, так сказать, был спасен от радиации Чернобыля. Я это не предупреждал, потому что мне рассказывали, что евреи туда приехали. Вот он как-то, левица из Бердичева, был такую сцену, еврейский кузнец, он, так сказать, подковывал лошадей, и в процессе подкования лошадей он сделал филин, в процессе работы он, он сказал, княчма, по-близу шмана, если, все в процессе работы, в процессе работы. Ну, что мы сказали по этому поводу? Ну, он не очень, конечно, ценил эти заповеди. Вот, ревица из Бердичева, он, так сказать, ошел сказать что-то другое. Он сказал, все вышли, какие у тебя хорошие сыновья в этом мире. Даже так заняты своими делами, я нахожусь все-таки в секунду, и тебе удели внимание. Как-то сказали эту историю, напомнили, Александровскому рыбу, что он был большим порицателем еврейского народа. Почему не ведется, как ревица из Бердичева, так сказали ему. Он сказал очень четко на этом, он говорит, что это тоже сказал Всевышнему. То, что я говорю Всевышнему, вы не знаете. Вы думаете, это тоже самое сказал кузнецам? Давайте посмотрим за стороны. Мы сегодня занимаемся судом, мы сегодня не судим этих кузнецов. Видите, у нас еврей, который тоже кузнец, тоже не опаздывает на работу, у него есть заработка, у него есть то. Но, не все это, он находит время, одеть тфилин, помолиться спокойно, основательно, вдумчиво, 40 минут на шахаре. Немного, 40 минут на шахаре. И другой еврей, который самое делает за 15 минут между ударами молотка. Видите, что это другой тфилин, это другой креат шма, это другая, совершенно сказать, молитва. Они ведут ни в какой сравнении, просто ни в какое сравнение. Просто ни в какое. Я же не говорю о том, что так делать, просто нельзя, а там вопрос другой. Ну, даже если было бы можно, я имею в виду. Вот есть вопрос принципиальный, который еще для нас. Давайте мы сейчас говорим, ну, я не просто поймем. Нам всем предстоит, может быть, предстоит прийти на Божественный суд, и каждый год она расширена. И в конце нашей жизни, и наши, так сказать, поступки взвешивались, и будут взвешиваться. Какого принципу? Брама об этом пишет, что это взвешивается на основании мудрости Всевышнего, не нашей мудрости. Давайте все-таки немножко поймем нашей маленькой головкой. Не все поймем, мы не можем сказать удельный вес каждого поступка. Но все-таки поймем. Есть одно общее правило. Вопрос, как ты относишься к заповеди, как ты легко ее можешь нарушить, как ты легко ее, когда ты тщательно здесь есть, а не думаешь, а не готовишься. Это делает, это дает, что все равно другую цену, другой вес. Другой вес. И теперь давайте сделаем еще один маленький шаг, просто понятие, потому что это очень принципиальная идея. Эта идея очень принципиальная, потому что сказано в Талмуде, что если бы Рувен, который спас Иосифа от братьев, если бы знал, что это событие будет записано, как в Торе, как в Святой Книге Торы, он бы не просто спас Иосифа от братьев, он бы взял бы все на плечи и пришел пешком так к Якову. Еще бы сговориться, что даже такой святой человек, как Рувен, в силу сокрытия истины в нашем мире, он не понимал и не постигал истинно важности того, что он делает. Если бы он это понимал, он делал в сто раз лучше. Мы сейчас делаем много очень хорошего, но в силу того, что мы не понимаем важности того, что мы делаем, он делает это, так сказать, хап-ляп какой-то русский. Между прочим, не думая, не вдаваясь и так далее. Понимаете, одна из проблем наших, мы не понимаем важности нас самих. Я же не говорю о гордыне, не высокомерии. Понимаете, то, что мы внествования Творца, мы избраны для служения Ему, это то, что называется, наш народ называется, бней милохим, я царей, баным этим, но еще милокехом, мы называемся даже сын зя, потому что и к Всевышнему вещь непонятная, но это не наша система. Мы этого не понимаем. Не понимаем этого. Вот тем более, давайте представим себе расстояние рабства, жить под потой египетских поработителей, то человек привыкает к жизни, что он рабочая лошадь. Рабочая лошадь. Сейчас Всевышний вводит их из Египта, хочет дать им Тору, сказать им величайшие слова, что вы будете царством свящих служителей, служителей, для этого надо, чтобы человек знал важность того, что он делает. Вот тут, в этой заповеди первой, Всевышний открывает им важность их служения. В чем важность этого служения? Ваши действия, ваши заповеди, ваши поступки, они влияют на все мироздание. Что еще я имею в виду? Тут есть две стороны, две стороны одной же медали. Первая сторона медали, действительно важность заповеди Тору, что они действительно влияют на высшие миры, на низшие миры и так далее. Второе, чтобы мы это знали, чтобы мы понимали важность этого. Понимаете, есть вещи, которые мы перестали понимать. Это просто один маленький пример. Но, к сожалению, бывают очень актуальными, например. Ну, скажем так. Мы знакомы с людьми, которые любят выпить. Знакомы с ними. Я говорю, не выпить на праздник, не выпить на хорошее настроение. А я говорю, не об этом. Ну, выпить так, что уже не буду давать автоподробности. Я спросил каждый такой вопрос. А где в Торе записано, что нельзя напеваться? А где такое написано? Я сказал очень просто. Написано в Торе нельзя напеваться. Где написано? Кипа целым урокима саата Адам. Человек создан по обру творения Творца. Так будь, охраняй свое целым, охраняй свое достоинство. Не в смысле гордыни, ни в коем случае. Ты получил Всевышнего подарок, величайшее дарное в этой целым уроким. Были такие разговоры. Не дай Бог. Где сказано, что нельзя пользоваться наркотиками? Где такое сказано? Сказано там же. Не терять целым уроким. И терять то, что называется не... Одна вещь, которая близок к Творцу, то называется постижение и вода от мудрости. Человек, который по себе уничтожает в той или иной форме. Это и есть буква закона, с вами по себе. Но есть многие вещи, которые говорят, не сама буква закона. Нет запретов выпить рюмку. Понимаете меня? Даже более того, на Пуре и до запрет выпить. Сколько? Просто другой. Я до Пуре и там поговорим. Вот есть самозаповедь. Есть вопрос еще, чтобы вы понимали, что человек, то есть есть само действие, которое нужно сделать. Понимать, что такое человек, который действие делает. Его важность, его достоинство. это вещь, которая очень хорошо написана в книге Шерева, приписана Рубейна Юнина. Думаю, что мы напубликуем на следующем же листке этот отрывок. Он говорит, что начало и входа человека в служение Творцу – это знание своей важности. И не имеется ни гордыня, ни высокомерия, не полагается и полагается то и нет. Просто я получил сегодня такой великий дар, такую высокую душу, такое тело, которое подобает этой душе во всех его недостатках. И это само обязывает вести себя по-человечески. Понимаете, если вопрос по понятию «Еще человеческое ему не чуждо», «Еще человеческое ему не чуждо». Это обычно имеется в виду «Еще скотское ему не чуждо». Ну, все это знают, что я говорю сейчас. Мы говорим что, вещи в другом, как целые молоки. Таким действительно нужно вести себя как целые молоки, а не как что-то другое. короче, я сейчас в двух словах. Второе вещь, которую мы можем увидеть в этой заповеди, это важность нашего народа как избранного Всевышнего для служения ему. Третье. Понимаете, так как мы уже говорили, это заповедь от начала Торы, то, конечно, не случайно, что в этой заповеди есть несколько основ принципиальных для всей Торы. это заповедь заповедана всем евреям, освящением Иисуса. Кому она заповедана? Кому? Мошеяму подобным. Сомедрину. То есть веществующим он сам Торы. У нас у всех есть наша доля, возможность участия не у всех, это нужно быть кошерным свидетелем, но у каждого кошерного свидетеля у него есть своя доля в исполнении заповедей. Это прийти, если он видел новолетие, первую просьбу нового месяца, прийти в Санедрин, даже если для этого необходимо нарушить субботу этого прихода, потому что на следующем месяце вовремя отодвигает шаббат, прийти в храм, там, 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 быть свидетелем вместе с напарниками его, нужно два свидетеля, и рассказать то, что они видели на оборудовании, когда их проверили и так далее, с этим предрешение нового месяца осветить. Во всем при этом это решение, именно сила освещения, она дана не каждому из нас, она дана, надана величайшим мудрецам толпы. Естественно, эту тему, потому что многие из этого видели, знают, очень известная Мишина, Масега Даржишина, где описывается спор, дискуссия, которая была между Рабаном Габриэлем и Рабиешу. Пришли свидетели, которые сообщали про Новый месяц, и там были, то есть, ну, я не буду дословно мне что-то рассказывать, там были, короче говоря, претензии к ним, что в чем-то они ошиблись, и Рабиешу считал, что они лжа свидетели. Рабан Габриэль принял их показания и светил месяц. Рабиешуа не хотел принимать это. Что сказал ему Рабан Габриэль? Он повелел ему прийти к нему, к Рабан Габриэлю, и он в МКипур, который получится по твоему расчету, это был день до или это был день до или после МКипура, по твоему расчету, прийти ко мне с деньгами совсем, как будто сегодня будет. Что произошло, короче говоря, Рабан Габриэль был, он главой Среди Габриэля, он усилил один месяц, и был там один из человек. Рабан Габриэль собрал своему учителю, он считал, что это неправильное решение. Что это Рабан Габриэль? Потому как ты понимаешь, что у тебя будет Рабан Габриэль, приди ко мне с деньгами, с деньгами. Рабишу не знал, что с ним делать. Не знал, что с ним делать. Скал другому дуристу, помню, это был Рабан Габриэль, Акива. Надо знать, что то, что делает Рабан Габриэль, это имеет силу. Имеет силу. И тут я хочу коснуться очень принципиальной вещи. Это касается иметь силу, даже если он ошибся. Даже если он ошибся. Там приводит Гамарама, совет Барашина, что неважно, Санедрин, не только Мошея Аарон, но все последующие, их обозвращение месяца имеет силу обязывать всех. Кто-нибудь может сказать, я вот думал, я вот посчитал, что получилось иначе, и по ему мнению, это была ошибка, это были же свидетели. Рождество будет не сегодня, а будет завтра. иметь силу освящения Санедрина, даже если не ошиблись. Даже если не ошиблись. И тут есть еще один аспект. Аспект того, что раскрытие Торы, раскрытие законов Торы, оно раскрывается через величайших благородцев Торы. То есть идея, вот, я тоже умный, я тоже понимаю, я тоже умею читать, даже научился читать огласовки на иврисе, поэтому вы не будете мне говорить, как понимать это место, я с ним сталкивался. У меня были такие ученики, которые на моих уроках, которые только приехали, не важно откуда, уже научился читать седуру по-русски, у него уже были, считал, что мы с ним на одном уровне, со мной спорить о каком-то понимании в каком-то месте. Есть вещь, это вещь очень принципиальная, мы просто вечно поймем. Есть такое понятие в Торе, называется на нашем языке лоба шамайами, а Тора не на небесах, не на небесах. То есть, пусть это правда касается после получения Тора в Гри Синай, есть спорный вопрос, как он решается, не противство. Это противство было в Аширобейне. После Аширобейну приводит Талмуд Масакет Мура, что пошло сказать большое несчастье, и Яшу, яшу, бен-нун, после того, как умер Шарбейн, он забыл часть Аллахот. Часть Аллахот. Яшу был пророком, чтобы это хорошо понимали. И Всевышний, он говорил Всевышний, потому что, то есть, его угрожали его убить, ты потерял нам Тор. Потерял нам Тор. Он сказал Всевышний, чтобы восстановиться, то, что он потерял, то, что он забыл. Сказал Всевышний, Моше Абди Мет. То есть, Тора через Пророка пришла только через Моше Робейна, а он умер. Сейчас нет такой возможности Дону задавать заново через Пророка. Пожалуйста, собери, собери мудрецов, пусть разберутся, подумают, и смогут это, и могут это восстановить. Там сказано, что Бенг Наз восстановил, восстановил то, что потерял. Понимание Тору своим. Короче говоря, есть вещи очень принципиальные. Мы там коснемся, может, больше в главе Мишпаты, когда мы говорим о законе Торы и типа большинству. И спорный вопрос, как понимать какое-то место в Торе. в дискуссии между большинствами мудрецами, которые не решаются, пока они поднимаются в Вирошарае, в Виракодиш, в Санедрину. Среди понимается вопрос и принимается решение в одну сторону. тот мудрец, когда с ним спорил, если он, так сказать, сейчас не примет то, что сказал Санедрин, давайте заканмамры, наказывать смертную казнь, нет упрощения, то есть это вообще, это... в чем проблема? Проблема очень простая. Когда принял решение, пока ты не принял решение Санедрин. в Торе есть два понимания. Эйлуб, эйлуди, брэллу ким хай. Может, так, может, иначе. И если так, то более того, допустим, была большая дискуссия, это проводится на всякий-то обомот, на всякий-то шаббат. мы делаем бритмела в Рязани в шаббат, если это действительно выпадает на восьмой день. А, допустим, если испортился нож, можно ли мы починить в шаббат для бритмела или нет? Большая дискуссия. Мы еще салаха, что мы не можем. Представь это сделать в субботу, если починить нож, чтобы делать бритмела, он наружу в субботу, как будто бы он, не знаю, починил нож для кухни. Не важно. Приводится, что тот мудрец называется Макширей Миле Дохим Шаббат Родохим Шаббат. То есть то, что не является не сама, без бритмела, а то, что является подготовкой к нему. Это тоже бритмела, это позволяет делать в субботу или нет? Там приводится в Талмуде, что в месте, где рабом был тот самый Танн, который считал, что он двигает в субботу, изначально делали эти ножи в субботу. Изначально. Из-за, так сказать, это делалось, так сказать, в силу любови к этой заповеди бритмела делать вовремя специально для этого сделать нож особый делал. Хотя, знаешь, уже не субботу люди умирают из карет, раньше времени. Там сказано в Талмуде, что ни один там вовремя, раньше, еще положено, не умер по этому. Почему? В этом месте, когда еще не было принято решения, в этом месте вели себя на основании понимания этого Рава, все было в порядке. Все было в порядке. Ничего, жили по Толю. Это был Ихрав, был Великий Танна, и все было в порядке. Ну, если, так сказать, принято решение в Санадрине, то Великий Танна превращается в Закен Мамр. Буквандзакен, это мудрец буквально бунтующий, который оказался тяжелым. Короче говоря, сама Тора, она включила в себя понятие, что решают спорные вопросы в Торе в величайшем мудреце Тора. Короче говоря, у нас нет, понимаете, есть, ну скажем, вещь, которым я когда-то в Болгарии занимался математикой, математической логикой. Есть такое понятие, что нельзя понять язык на основании, в рамках его самого. Надо быть, что-то более широкое, более обремящее, чтобы язык объяснить. Невозможно понять письменную Тору из нее самого. Невозможно. Невозможно жмать какие-то основы до этого вне ее. Эта основа в целом это есть письменная Тора. Это то, что передано мудрецам понимание письменной Торы и те системы мышления, те системы размышления, как вводятся новые законы, и их решение имеет то, что сказано в Торе, ахрайла рабим латот, идти по большинству, то, что приняло придачное большинство мудрецов Торы, это является законом Торы. Это воля Всевышнего. Продолжение следует...